Нам предлагают вампир дракона. Мне прилетел следующий трейдик, нам предлагают НР Птеродактиля, НР Кирина, НР Волперед, кажется, какую-то штучку, короче, и снова Кэт. Нам дают НФР Ламу и НФР Артик Фокс. И всем привет, дорогие пупсики, с вами я, Артем Фролов, и в данном видеоролике у меня появилась мега слизь. Это питомец, который у нас вышел совсем недавно. Питомец у нас стоит вроде 94 тысячи конфет, то есть, в принципе, мегу может сделать абсолютно каждый из вас данного питомца. Вот, ничего сложного в этом нет. Ну и сегодня мы будем с вами трейдить данную мега слизь. Я надеюсь, что вы влепите свой драгоценный лайкусик. Подпишитесь на мой туб-канальчик, так же не забывайте включать уведомления, переходить по ссылкам в описании мой телеграм-канал, мою группу вконтакте, там тикток, лайки, я не помню, что у меня там, короче. Ну вот, ярые фанаты переведут и подпишутся. Вот, ну и в принципе, что, могу вам пожелать приятного аппетита, приятнейшего просмотра. Ну, а мы начинаем. Погнали! Так, короче, ребят, я зашел на какой-то прям, ну, вообще непонятный сервис. Здесь еще вообще что-то с адоптом. Я вообще хожу по воду, текстур нема. Блин, ну, короче, такой степь. Я просто не думаю, что нужно грузиться на какие-то прям супер трейдерские серваки, потому что там слишком большие питомцы, а это мега слизь особо, мне кажется, не ценится. Но я думаю, что максималка, за нее могут дать фэр-черепаху, ну, максимум с какими-то добавками. Мы давайте попробуем на фэр-фурию затреться, тем более фугровым. Давайте попробуем, не знаю, согласиться или нет. Нет. Фурию даже не дает. Ну, как бы это странно, что фурию не дает. Так, ну, что-то нет, этот сервак не тот, нам нужно идти на следующий сервак. Так, ну что ж, короче, я загрузился на такой средничке, вообще, точнее простецкий сервачок. Здесь была девочка с черепаху, вот она, куда она убрала черепаху. Блин, хз, здесь есть чувачок с фэр-фурией. Блин, что тут происходит? Дайте мне пройти, алло. Джон Фаммли, мне нужен трейд, а, это, походу, не его, он, походу, фами он взял, а то на фэр-фурию, походу, она и не его, да? А это фурия не его. А, нет, его, его фурия, его фурия! Стоп, 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 это его фурия! Прими, прейд. Все, походу, он уже не хочет наимать мой трейд. Все, понятненько. Так, у меня тут мой слизень, давай мы его возьмем в руки, слизь эту. Ну, такой, миленький питомец, да, честно говоря. Все, этот отклоняет мой трейд, походу, да? Ну, потому что я его может байчу, да, он отклоняет мой трейд, и зачем? Я просто думаю, что это не его питомец. Ну, давай. Ну, это нам сами, кстати, кинули трейд. How do you? East Hot Omega. Ой, вот я не люблю эти разговоры, ребят, давай, ты мне предложишь трейд уже. Походу, он мне ничего не предложит, да? Да, короче, не будем даже ждать. Я не собираюсь тут сидеть, разговаривать. Действительная торговля. Дает металлического БК. А он дает NF-архимеру и NF-хлоднагрева. Понятненько, понятненько. Так, нам кинул трейд, пэтл. Плис, ааа, плис. Что? Что, плис? Он, походу, нет, что-то какой-то, нет, это вообще не трейд, фигня. Трейд. Он какой-то байтер, плис, ты видела? Ой, вы видели? Вы видели это? Он байтил мальчика или девочку, у которого был бычок, он дал всех своих лучших петов, такой писал, плис, плис, плис. Давайте мы отомстим. Он, он, это отклоняет мои трейды. Вот, видите, он за этим бегает, типа. Плис, плис. Давайте ему что-нибудь подарю, а. Мне вот так жалко стало. Он его просто берет сейчас по факту и унижает. Давайте ему подарим фоерят пеликанчика, а. Ему будет приятно, по-любому. Давайте еще что-нибудь ему подарю. Так, фоерят пеликан. Что еще ему было подарить? Что у меня вообще еще тут есть? Так, 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 так. Теперь ты у нас не будешь бичушкой рать корову. Давайте я ему подарю райт корову. Райт корову подарю чуваку. Или не могу? Что такое? Походу я не смог подарить. А, он в торговле. Типа я не могу подарить. А, погодите. Вот, смотрите, видите, что это делает на НФР фуле? Типа он такой крутой и байтит. Или он реально сейчас затритится? Чего? Мне кажется, это какие-то, знаете, это два друга. Что-то какой-то бред. Видите, он в фамиле. И тот был в фамиле. Слава богу, я не успел ему подарить корову. Мне кажется, это два друга, они просто угорают, короче. Ну вот, потому что, блин, он типа за БК согласился дать вот эту... Ну, короче, все очень странно. Все очень странно, неоднозначно, и вообще мне непонятно. Так, все, не отрекаемся от сойти видеоролика. Нам нужно найти трейд на мега слизь. Нам трейды не кидают. Я не думаю, что прям дает за нее очень много. Но давайте попробуем кенгурушки. Но тут уже она в трейде. Ей предлагают кенгбе. Ну, моя дорогая, отклоняй трейд. Тебе не нужна кенгбе, тебе нужна мега слизь. Она тоже засовывает ей кенгбе. Интересный поворот, интересный. Райт серберус. Ну, блин, она дает прям вообще мелочевку. Зачем на это смотреть? Давай, дорогая, пожалуйста, побыстрее. Кому еще здесь можно кенгбе? Наверное, корове, наверное, смысла нет. Давайте попробуем. О, все, отклонила трейд. Так, это кто у нас приняла? Это корова приняла. Ну, мне кажется, корова сейчас у нас пошли куда подальше. Верно? Или нет? Да. Куда подальше нас пошлет корова, это было очевидно. Так. А она уже опять в трейде. Я уже кто-то кинул трейд. НФР у нее предлагают. А мне можно кто-нибудь кинетрейд? Или что, никому не нужно? А что это такое? Нифига, смотрите, бейджик. Вон у нее бейджик. Джефт. Дефт. Дефт. Что-то в этом роде. Нам нужно затреть с вами эту слизь. Я не понимаю, почему она никому не нужна. Что это такое? Что это за неликвид? Это я так полагаю, длинный видеоролик будет или что? Ребят, напишите в комментариях, есть ли у вас мега слизь. Вот сейчас, пока мы с вами ищем строить, напишите, есть ли у вас уже мега слизь. Потому что что-то она вообще не ценится. Как будто она есть везде. Так, Райт Леон, слушайте. Райт Леон, это хорошо. Райт Леон, это хорошо вообще. Это олдовский лев. Ну, согласится или нет? Я не знаю, честно говоря. Я надеюсь, что согласится, но мне кажется, нет. Ну, она что-то думает. Думает, думает, думает. Райт Леон, ну, сколько он стоит? Мне кажется, он нормально стоит. Что она тут пишет? I can do you, you've had. Что-то, ну, короче, понятно. Походу, она не согласна, да? Да, короче, она не согласна. Все, мы отменяем. Я не буду даже ждать. Я не собираюсь слушать. Что там они пишут, не пишут. Это у нас что? Девочка с кенгуру. О! Наконец-то мы дождались ее. Мега слизь. Мы предлагаем зафлайрять кенгуру. Я не знаю, согласится она или нет, но мы пробуем. Мне кажется, откажется, да? Да, откажется, блин. А почему так? А что? Почему никому не нравится эта мега слизь, я не понимаю? По-че-му? Не нравится никому эта мега слизь. Так, ладно, ребятки, короче, надо идти на следующий сервак. Здесь какой-то крим-сервер. Так, ну что ж, я пришел на следующий трейдерский сервачок. И у нас такой-то сгин. Понятно, что это-то чувачок. Не че, как вы слизь, что это вообще? Что это просто? Блин, не знаю, сколько стоит этот лев. Мне его тут давали. Вот он. Не знаю, так, но надо что-то искать вот на этом мега слизь. Я че, честно говоря, не знаю даже, что нам искать. Шадон-мег, он еще какая-то что-то такое. Очень поразукрашенный, на кого я так сшиваю, и че-то. Прикольно выглядит. Нет, реально, вообще прикольно. Так, трейд, райд, монкикинг. Давайте попробуем райд, монкикинг. Смотрите, тоже невидимый черепаха. Что, адопт лагает или как это? Как это можно описать, я не понимаю, ребят. Райт-монкикинг. Походу, интернет у меня лагает. Походу, да. Мы соглашаемся. Что-то картинку не пробую брать, я не понимаю. Что? Нет, это интернет в норме у меня. Это что-то садовка получается. Получается, что-то садовка. О, она согласилась. Второй, это монкикинг. Подождите, монкикинг же? Монкикинг. Мы соглашаемся, естественно, вы че? Подождите, монкикинг. Кинг это что, это король, да? Ну да, кинг, бургер кинг. Нет, он сам отказался. Блин, ну было бы прикольно, слушайте, честно говоря. Потому что райт-монкикинг достаточно хорошо стоит, честно говоря. Мне кажется, даже больше, чем черепаха стоит. Ну, в принципе, что-то, да, я буду стоять и ждать трейда. Больше делать нечего. Ну, спустя минут 20 мне прилетел новый трейдик. И нам предлагают вампир-дракона. Без зелек. Ну, по мне это мало, мы его отклоняем и ждем следующий трейдик. Так, ну что ж, мне прилетел следующий трейдик. Нам предлагают НР-птеродактиля. НР-кирина. НР-вов-птерактиль. Как будто штучку, короче. И снова Кэт. Белую неон-пошку. Ну, в принципе, это уже как бы ничего. Четыре неонки, да. Одна редкая, две обычных. Две необычных, а один обычный. Ну, все равно это такое себе. Для меня это мало, поэтому все равно мы еще постоим и, скорее всего, пойдем на следующий сервак. Ну что ж, мне прилетел еще один трейдик. Дико нам предлагают МФР Банни, МР кролика о маме и МР Призрак. Ну, такое себе. Мы тоже отклоняем, опять же стоим, ждем. Хороший трейд. Так, ну что ж, короче. Я нашел чувачка, который, я не помню, что за оффера мне готов дать за мега вот эту слизь. Но мне нужно срочно ее трейдить уже, потому что я уже дозаписываю видеоролик. Через день мы не можем друг другу телепортироваться. Видеоролик получился достаточно короткий, но трейд, мне кажется, вас удивли. Удивит, куда ты телепортируешься, англичанин? Алло, здравствуйте. Вот у нас слизь. Мне пришлось, кстати, купить оборотня, чтобы сделать превью для прошлого видеоролика. Я надеюсь, он вам зашел. Этот видеоролик тоже вам зайдет, надеюсь. И, в принципе, нам дают НФР Ламу и НФР Артик Фокс. Как по мне, это спустя сегодня уже воскресенье, да, наступила ночь воскресенье. То есть спустя четверг, пятница, суббота, три дня, то есть за три дня прокачать мега ультраарного питомца, который как бы стоит там 94, что ли, тысячи конфет. То есть их можно нафармить очень легко, это раз. Юхаф АДД, что? О, какие АДД? Ну, я не буду добавлять. Мы договаривались на такой трейд. Да, мы договаривались на такой трейд, я не собираюсь добавлять ему. Ну вот, в принципе, еще раз, моя теория верна, что как бы, да, новые питомцы, которые стоят за конфетки в Хэллоуин условно, или еще за что-то на День Святого Валентина, или еще что-то, короче, этих питомцев нужно делать в меге, потому что это легко. Донатить вам не нужно, и в принципе, как видите, я заутал просто две ультраарки, которые очень олдовские и достаточно дорогие. То есть, условно, вот эта NFR Лама стоит рублей 150, ну и NFR Лиса, ну давайте тоже округлим рублей 150. То есть 300 рублей вы могли заработать за три дня, просто посидев в игре. Мне кажется, условно, для возраста 10 лет это очень хорошо, то есть, что вы уже в 10 лет можете заработать 300 рублей, ничего не делая с простой игры. Ну и, в принципе, мы переходим к концу данного видеоролика. Ну что ж, дорогие пупсики, вот такой видеоролик у нас с вами получился, я надеюсь, он вам понравился. Вы влепили свой драгоценный лайкусик, подписались на мой YouTube-канальчик, также не забывайте переходить в мои Telegram-канальчики, все ссылочки полезные вы можете найти в описании. И, в принципе, еще раз повторюсь, когда обновление, если есть возможность у вас прокачать питомца, не за донат, как бы ничего, то качайте, это того стоит. То есть, условно, любой новичок мог залететь в четверг, нафармить конфет на мега слизь, и вообще вполне возможно было их нафармить. Питомец этот был ультра-рарный, да, у меня его не осталось вам показать. Ультра-рарный, да, он был, как бы, прокачать его за три дня тоже вполне возможно. И залетать две NFR ультра-рарки, причем олдовских, вот. В принципе, могу вам только пожелать удачи в прокачке, в трейдах, и, в принципе, все на этом. Встретимся совсем скоро, с вами был я, Артем Фароов, всем пока-пока.